Всем привет! Сегодня хочу сделать сдобную выпечку из комбинированного теста. У меня немножко есть молока, но недостаточно для приготовления теста, поэтому буду смешивать с кефиром. Если желаете, посмотрите, какая получается выпечка. Приступаем! Беру прессованные дрожжи, у меня здесь 40 граммов. Можно взять прессованных дрожжей 30 граммов, либо сухие дрожжи 10 граммов. У меня всего их было столько, поэтому не стала делить. 30 граммов, там ничего нормального будет. Добавлю сюда из общего количества 150 граммов сахара здесь. Немного в дрожжи добавляю. Мука просеянная 900 граммов тоже сюда в дрожжи добавлю. Ну, чтобы сделать опару, потому что дрожжи давно лежали в холодильнике. Посмотреть, как они рабочие, не рабочие. В принципе, дрожжи даже год могут лежать в холодильнике, если они хорошие, прессованные. Они будут хорошо давать подъем. Молоко теплое. Подогрела в микроволновке. Немного добавляю тоже в дрожжи. Перемешать чуть-чуть. Поставлю в теплую микроволновку для подъема, либо в теплое место, чтобы дрожжи заработали. Молока беру 300 граммов. Кефира взяла 200 граммов. Почему так разделила? Потому что у меня молока столько было. Можно взять одно молоко 500 граммов. Вот. Сливочное масло. Талое 50 граммов. Подсолнечное масло. Я 70 граммов взяла. Два яйца. Щепотка ванилина. И чайная ложка с горочкой, наверное, небольшой. Соли для теста. Вот и все, что понадобится. Под видео пишу количество ингредиентов и полностью описание рецепта. Если что-то непонятно, то смотрите. В общем, по ходу дела тоже буду говорить, что и как. Пока дрожжи подходят, два яйца. Добавляю сахар. Я беру 150 граммов сахара. Но из этого количества я чуть-чуть добавила в дрожжи. Соли вот столько беру. Чайную ложку. Можно сразу добавить ванилин. Щепоточку небольшую. Перемешиваю до однородности. Посмотрите, 15 минут, как дрожжи поднялись, хотя они у меня уже очень давнишние. Прекрасные. Добавляю сюда все. Дальше масло растительное 70 граммов. Молоко теплое 300 граммов. И кефир тоже теплый 200 граммов. Все хорошо перемешиваю до однородного состояния. Муку беру, добавляю и сразу все всыпаю. Можно сначала на лопаточку немножко перемешать, а потом уже руками. Вымешиваем. Тесто получается липковатое. Еще добавляю грамм 20 муки, вмешиваю в тесто. Мука бывает разная, может быть, чуть побольше понадобится. Грамм 50 еще вымешать. У меня уже оно не липнет к рукам. Видите, как хорошо. Теперь понадобится мягкое сливочное масло. Граммов 50 тоже в тесто вот так вот вмесить. Я прям вмешиваю чашу большой. Неудобно. Тесто замесила, к рукам не липнет, благодаря сливочному маслу. Все так, ручки такие жирненькие. Комочек формирую. Тесто не тугое, очень мягкое. Закрываю крышкой, можно пленкой на часок для подъема. Пока тесто поднимается, хочу приготовить начинку. Можно готовить без начинки. У меня есть яблочки небольшие, немного счистила кожуру. Беру где-то 4 яблока, 5. Сколько надо мне. Нарезаю вот такими дольками. Можно кубиками. Начинка абсолютно произвольная. Беру столовую ложку сливочного масла, столовую ложку сахара. Сразу добавляю яблочки. Готовлю несколько минут до мягкости яблок. Буквально минуток 5 яблочки потушились в масле с сахаром. Если у вас яблоки кисловатые, добавляйте сахар по своему вкусу. Если более сочные, выделяют много сока, можно выпарить сок. Либо добавить немного крахмала, лучше кукурузного, так вкуснее. Но если нет, чуть картофельного для загущения. Я ничего не добавляла. Сурт гала. Мне нравятся такие яблочки. Они кисло-сладкие, в меру сочные. Вот такие. Все, готово. Выключаю и пусть охлаждаются. Тесто тоже еще подходит. Часок постояло тесто в микроволновке. Разогреваю микроволновку и ставлю. Она не включена. Выключена, но там теплое. Посмотрите, тесто поднялось. Я его не обминала ни разу. Хоп-хоп-хоп-хоп. Красота. Одного раза подъема достаточно. Руки просто смазываю подсолнечным маслом, чтобы тесто не липло. Хорошенько смажу и буду разделывать. Смотрите, как отрылись. Воздушное, мягкое тесто. Мукой пользоваться не буду уже. Даже можно и руки не смазывать, потому что оно со сливочным маслом и не липнет абсолютно. Будем разделывать. Можно сделать из этого теста пирожки, булочки, рогалики. У меня есть рецепт рогаликов воздушных, мягчайших с яблоками. Ссылочку поставлю. Посмотрите. Очень вкусно. Правда, там по количеству их маловато. Сразу нужно в двойной дозировке делать, потому что тесто просто воздушное. Сейчас разделю, покажу, сколько частей получится. Даже я не знаю, сколько мне булочки делать или пирожки. Сама еще не придумала. Немного сделала яблочек. Четыре всего вот таких яблока почистила и порезала. Много получается. С одной части у меня получилось 11 штучек. Ух ты, как ровненько-то получилось. 24 штуки. Достаточно много. И причем большие такие. Так, мне надо решить, что мне делать. А я, наверное, один листик сделаю с булочками, а другой с чем-нибудь пирожки или рогалики. Да. Точно. Прикрываю полотенцем. Отсюда начинаем с первого. Булочку сейчас здесь забацкая. Вот так. Пливочное масло. Чуть-чуть серединку. И сахарок, чтобы такая начинка была сладенькая. Можно сюда положить кусочек или два шоколадки. Любой. Либо конфетку коровка. Очень вкусно. Я так делала. Защипляю. Вот так, чтобы булочка получилась. Да, кругленькая. И сразу кладу на противень. Вот сюда подготовленный. Пусть она здесь. Сейчас наделаю все булочки. Вторую булочку можно сделать и вот так. Яблочки положить. Немножко. Маслом не смазываем, потому что яблочки с маслом, с сахаром. Оно само по себе. Тесто я так чуть-чуть попробовала. Сладенькое. Сюда. Можно творожок сюда положить. В серединку. Что хотите. А можно вообще ничего. Просто булочки сделать, а потом есть с вареньем. В общем, вот так я булочки леплю. Решила второй противень сделать рогалики. Руками разделываю. Никакой скалки. Отверстие. Штук шесть делаю. Вот так, чтобы они были хорошо видны. Начинку. Заворачиваем. И вот так полумесяцем. Получается такой курасанчик, рогалик. Вот я уже сколько навертела. У меня получается равное количество. 12 булочек сделаю. 12 рогаликов сделаю. Булочки сверху чуть-чуть смазываю сливочным маслом. И посыпаю кунжутом. Духовка предварительно разогревается. 180. Рогалики не буду ничем смазывать и посыпать. Ставлю в духовку. 25 минут. Где-то так. Вижу, что булочки у меня подрумянились. Хорошо. 20 минут моей духовки. И даже аромат яблок пошел. Класс. Вот какие они. Теперь рогалики ставлю. Вторая партия быстрее. Может быть даже 15 минут хватит. Красота, красота. Как и говорила, за 15 минут рогалики уже подрумянились. Я их смажу сейчас, пока горячие, маслом сливочным. Ну что ж, показываю внутри. Давайте булочку. А, кстати, кунжут обсыпается, так что можно и не тратить его. Тесто очень мягкое. Попалась булочка без яблок. Вот внутри как. Смотрите, какое тесто. А я одну булочку с яблоком съела. Очень вкусное. Тесто слегка-слегка такое сладенькое. Даже так, смотрите, макейечко. Мягко. Вот такой. Вот чай еще разламываю. Рогалики еще чуть тепленькие. Вот с яблочком. Смотрите, как внутри тесто. Тесто суперское. Даже без яблочной начинки тесто вкусное. Мягкое, воздушное. Кислости от кефира в тесте не ощущается. Получается очень вкусно. Воздушное тесто. Так что, если хотите, пробуйте, пеките. И наслаждайтесь домашней выпечкой. Крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пока. Это тесто такое вкусное получается. Нежное. С яблочком. Ем и ем. Нежняшечка. Внутри все пропеченное. Булочка маленькая. Кунжут летит в разные стороны. Его, если нужно, в тесто, мне кажется, вмешивать семена кунжута нужно, чтобы они там внутри оказались. А если поверхностная, я уже несколько раз так пробовала и смазывала, и просто в тесто немножко сверху вдавливала. Все равно осыпается при выпечке. Просто высыхает же сверху. И все. Внутри булочка сладкая. Там начинка, масло сливочное и сахар. Да даже если без начинки сделать, просто, если недостаточно сахара, сгущёнку макать, варенье. Булочку хочу с яблоками разломать вам, показать. Внутри вот здесь, по-моему, яблочки есть. Давайте проломаем. Вот. Видите? Выпечку потом остывшую полностью, полностью. Я в мешочек складываю холодильник на следующий день. Она такая же мягкая, остается воздушная. Если хотите, чтобы вообще была прям как с пылу, с жару, в микроволновку, на несколько секунд она как будто из духовки. Но я люблю всегда выпечку холодную. Я тогда в холодную выпечку понимаю вкус. Так же и блины ем только холодные. А жареные пирожки люблю и в горячем еде, и в холодном. Все остальное выпечку холодную. Рассказала свои вкусы.